Облет русла реки Абакан. Для оценки текущей обстановки, именно здесь наиболее вероятны ледовые заторы, повышение уровня воды. В соответствии с прогнозами, активное вскрытие рек в этом году ожидается раньше обычного прохождения водохода. На реках региона может произойти уже в первой декаде апреля. Уровень снегозапасов в горных районах еще высокий, однако на равнинной части Хакасии река уже начала частично освобождаться от льда. Министру по чрезвычайным ситуациям доложили, обстановка мониторится круглосуточно. Заблаговременно проведены провинтивные мероприятия. Подрывы льда были организованы на затороопасных участках реки Абакан в районе Абазы и села Белый Яр. На водоемах Бийского, Таштыбского, Ширинского и Орджоникидзевского районах ведутся ледорезные работы. Общая группировка сил и средств в регионе составляет более 5000 человек. Около 1300 единиц техники и 82 плавсредства. Теоретически в зону подтопления попадает 3000 жилых домов и дачных участков, однако власти Хакасии и силы МЧС делают все, чтобы этого не произошло. В регионе функционирует система наблюдения, которая включает в себя 30 стационарных и 33 временных гидропоста. По данным Управления инженерных защит Республики, все гидротехнические сооружения готовы к безаварийному прохождению весеннего паводка. В завершении рабочей поездки министр МЧС России оценил готовность к пропуску весеннего половодия на Саяно-Шушинской ГЭС. В настоящее время специалисты выполняют профилактические осмотры гидросооружений, промышленных зданий, систем автоматики, измерений, проводят техническое обслуживание и проверку работоспособности затворов на разбросах, насосного оборудования, тренерных систем, хранового оборудования, автономных источников электроснабжения и локальной системы оповещения. Продолжение следует...